В Труновском округе капитально отремонтируют 8 школ. План работ губернатор Владимир Владимиров обсудил с главой территории Ниной Аникеевой во время рабочей встречи. Учебные заведения участвуют в президентской программе капремонта и уже получили положительное заключение от госэкспертизы. Однако ремонт не должен мешать учебному процессу. Так, чтобы внимательно смотреть, чтобы не коллапсно сделать, там в один год все школы не ремонтируют, потом по домам учатся. Там есть 2-годичные школы к ремонту, там 4 школы, все остальные школы у нас 1-годичные. Ремонт, ну мы там знаете сколько... 1-годичные, это с мая по сентябрь должно быть. Ну в крайнем случае мы ремонтируем крупные ремонты с февраля по сентябрь. Потому что 2-годичные должны быть на 100% замещены школами, которые заберут от их детей, чтобы минимизировать поднос. В ауле «На вкус артезиане» ввели в эксплуатацию ясельный корпус на 50 малышей. В дошкольном учреждении оборудовали 3 групповые ячейки. В каждой есть игровая, буфетная и спальная комнаты, сообщили в региональном инстрое. Также специалисты обустроили кабинет медсестры, музыкальный и спортивный залы. Работы провели в рамках нацпроекта «Демография». В поселке Верхнеподкумском построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Там оборудовали кабинет приема пациентов, холл для ожидания и процедурную комнату, сообщили в региональном инздраве. Также закупили оборудование и мебель. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в Кировском округе отремонтируют участок трассы Новопаловск-Зольская-Пятигорск. На полуторакилометровом отрезке обновят покрытие проезжей части, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщили в региональном индоре. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».